всем привет добрый вечер добрый вечер у кошаков был банный день так сейчас запустит трансляцию на ю тубе синхронизирует и тогда будем начинать как раз присоединяться пока ребята светик что за эфир был в субботу в зуме 6 утра кто вел 6 утра у нас же ребят идет проект с кений безоплатный то есть там там у людей такая бедность идет что они не могут себе позволить ни марафоны никакие не ни марафоны никакие не консультации ничего не могут себе позволить и они живут на на грани бедности африка кения вот и мы решили попробовать как это пойдет насколько мы можем помочь насколько я им могу помочь вот и от школы автономии мы сделали такой проект что в 6 утра каждую субботу мы там примерно часа два полтора два часа мы общаемся с кенийцами кто может выйти в эфир потому что у них еще раз повторюсь бедность на таком уровне что у них даже не у каждого есть гаджет тем более подключены к интернету вот то есть там вообще такая патовая ситуация вот и разъем естественно помогаем я помогаю какие-то психологические вопросы если мне если я знаю ответы то я им помогаю их направляю чтобы они максимально могли с собой разобраться вот эти вот как раз у нас идут эфиры в 6 утра скиня в 6 утра по московскому времени присоединяйтесь смотрите если кто-то может помочь чем-либо каким-то там советом либо финансами добрый вечер то конечно же будем и мы признательны и они будут с удовольствием принимать эту помощь потому что если им даешь задание если они там говорят вот у меня там то-то то-то не получается мне нужно вот у меня не так не получается не так не получается ты говоришь вот сделай тогда вот это вот это вот это ребят они будут всю неделю работать не как мы это у них такой шанс выпадает наверно раз жизни выпал и они прям все подробно распишут все под пошаговые шаги что как съездят в разные места посмотрят проверить то есть они настолько ответственно к этому подходят настолько они ценят вот эти вот шансы которые мы можем дать либо не дать вот поэтому конечно они очень в этом плане очень отзывчивые и конечно если есть возможность у кого-то и желание помочь то с удовольствием мы по мы выставляли или выставляем на youtube канале у нас как раз эти конференции идут и там можно посмотреть если кому-то интересно то в 6 утра можно присоединиться пока кошеков мыло нечаянно захлебнула шампунь то есть это как они так один так вырывался у меня так получилось что я прям этот шампунь пену захлебнула не могу сейчас у меня горло першит так что вы не обращайте внимание у нас сегодня эфир ребята попросили про воду что такое вода насколько она нам полезна и и насколько она нужна в нашем организме наверное давайте я начну с того что на земле единственный растворитель самый мощный самый природный это вода вода она растворяет абсолютно все и конечно же если мы говорим о воде то в первые дни своих чисток чистки я не имею ввиду что прочищение какими-то травами там какие-то вот такие глобальные чистки которые вызывают стресс для нашего организма очистки я имею ввиду такие лайтовые то есть когда мы хотим очиститься то есть облегчение питания это тоже своеобразная чистка и когда мы только в начале своего пути то есть либо переходим на сыроедение либо включаем в нашу жизнь какие-то несколько дней сухих чтобы облегчить питание я считаю что на этих этапах нам вода пока необходима она необходима чтобы из нас вычистить то что накопилось за эти годы еще конечно стоит обратить что самое твердое что есть на нашей планете это вода мы наверное можем смять согнуть все что угодно но если мы начнем прессовать воду то она в любом случае найдут найдет ту щелочку и ее разорвет если у нас будет сильное давление то есть это самое жесткое что есть на планете вода это самый лучший растворитель и самая жесткая субстанция которая имеется на нашей планете вот поэтому вода конечно же в нашем организме она на какой-то стадии она очень нужна она очень нужна людям с заболеваниями печени потому что наверное многие знают что когда печень у нас какие-то проблемы с печенью очень тяжелые желчные оттоки и чтобы вот это вот желчные оттоки максимально сделать более комфортным чтобы не забивать эфирными маслами трав эти желчные оттоки я бы конечно рекомендовала с утра пить очень теплую практически горячую воду и добавлять еще туда немножечко лимона но если есть камни то тоже нужно очень аккуратно то есть я не даю рекомендаций я просто вам вас направляю на что обратить внимание если у вас есть какое-то заболевание обратите на это внимание именно на воду на горячую воду в дальнейшем когда мы уже более очищены уже длительное время на сыроедении включаем уже в наши повседневное такое бытие сухие дни то в этом случае можно уже потихонечку убирать воду потому что вода в фруктах его и овощах ее предостаточно и чем больше мы убираем воду тем больше наш организм приучается к выработке собственной воды в человеке вырабатывается примерно два литра воды самостоятельно но если мы будем пить воду специально вот как найти нам раньше говорили мы часто уже говорят что в день нужно выпивать не меньше полутора литров воды я согласна что это нужно делать на каком-то питании ну на традиционном так скажем да наверное с этим даже соглашусь но когда вы уже переходите на более чистое питание то там уже столько воды конечно не надо то есть если вы будете еще столько же воды пить то ваш организм просто воду не будет вырабатывать он будет все свои силы все свои ресурсы тратить на то чтобы переработать ту воду которую вы в него заливаете переработать его до той консистенции которая нужна именно для вашего организма и он практически всю свою ресурсность будет тратить на конвертирование этой воды поэтому конечно потихонечку смотрите конечно по своему организму но потихоньку ее можно убирать точно так же наш у нас на сухих днях когда мы на сухих днях и когда мы убираем воду то получается в первые два три дня у нас уходит практически вся вода которая не наша практически вся вода которую мы потребляли она уходит испаряется выходим в туалет у нас также идут идет о нас через поры вообще через что угодно и когда эта вода выходит то у нас начинается очень жесткий такой сушняк что делается с этим сушняком то есть когда у нас наступает сушняк ребят у кого-то раньше у кого-то позже это знайте что это вообще замечательное время если у вас начинается сушняк значит ваш организм вывел всю ненужную воду и сейчас он готов перестроиться на то чтобы добывать свою собственную воду из вашего организма чтобы добывать ту воду которая необходима именно ему именно вашему организму и вам не стоит опасаться когда у вас сушняк вам не стоит его добывать неестественным путем неестественным путем это когда начинают сосать ломтик лимона это неестественный путь это вы раздражаете свою слизистую которая пытается очиститься от этой кислоты и у вас не вырабатывается ваша вода для того чтобы вывести а то ненужное что скопилось в вашем организме а у вас вырабатывается ваша вода для того чтобы вывести эту кислоту которую вы начинаете рассасывать вот эти вот дольки лимончика корочки лимона апельсина вот всякую вот эту вот ерунду когда вы начинаете делать то ваш организм затрачивает силы чтобы вот это вывести не для того чтобы очиститься ну конечно же есть способ который который вам поможет этот способ это я уже наверное говорила это пуговка на сухих днях когда у вас начинается уже очень такой сушняк прям конкретный вы берете обычную пуговку так того размера которая вам комфортно и начинаете ее просто сосать как конфетку и у вас идет естественный процесс выработки вашей слюны без всякой примеси и когда вырабатывается ваша слюна что происходит то есть в вашем организме запускаются те ресурсы у вас начинается лимфатическая система работать у вас запускается тот ресурс который который отдыхал многие времена да вот и помимо того что запускается этот ресурс ваш у вас начинается быстрее происходить очистка запуск очистки вашего организма но это еще не все помимо этого ваша слюна естественным образом как самый лучший растворитель именно для вашей планеты для вашего тела ваше тело это ваша планета это ваш мир на данный момент и именно в этот момент ваша слюна начинает полностью очищать и растворять все то ненужное что скопилось в вас годами и это великолепный процесс великолепный процесс чистки когда вы не употребляете ничего иного для того чтобы выработать слюну а именно вот эту вот пуговку когда у вас вырабатывается своя слюна когда вы начинаете полоскать рот перекисью я слышала начинаете полоскать рот еще чем-нибудь ребят это временный эффект он особо не помогает от сухости он не избавляет это вы обманываете свой мозг и когда у вас попадает даже если вы выплевываете эту жидкость все равно идет всасывание через рецепторы и ну это не хорошо не плохо это факт но лучше когда у вас вырабатывается своя собственная слюна у меня ребята которые ходят на марафоны у них уже эта пуговка есть у каждого карманная пуговка они даже к некоторым пуговкам придерживают веревочку ну ниточку чтобы нечаянно ее не проглотить вот поэтому это действительно такой действенный способ вы можете на себе это попробовать и потом поделитесь с нами как это будет вот это тот метод который я бы рекомендовала который безопасный который эффективный и который может вашему организму помочь вырабатывать естественный процесс жидкости в вашем организме а как же с чисткой зубов ну ребят и все по-разному я чищу зубы я их не чищу каждый день потому что они на сухих днях они отбеливаются вот то есть у меня они все равно белые они кривые но белые вот мелкие какие-то трещинки если были какие-то раньше знаете на холодное на горячее она сладкое там если чувствовали что есть трещинки болевые ощущения то на сухих днях они затягиваются если вы после сухих потом выходите и начинаете кушать то уже ощущения они иные уже нет такого что болят зубы у меня как бы тут вообще никогда зубы не болят а нет у меня один раз болел зуб знаю я такое давно давно много лет назад но я почувствовала что такое когда болит зуб вот но для меня это какое-то бывает что удовольствие то есть если я куда-то собираюсь ну куда-то выйти для меня очень приятно почистить зубы я с удовольствием это делаю или если вы понимаете что вы на сухих днях и пошел из вас этот ацетон не впадайте в крайность ребят почистите зубы и вам будет легче и вы будете чувствовать себя более более свежо вот и поэтому почему нет я как бы за то чтобы все равно все в легкости а для чего пуговка не совсем поняла пуговку когда вы сосете когда вы конфетку едите когда вы конфетку сосете у вас вырабатывается слюна и когда вы сосете пуговку у вас точно так же вырабатывается слюна просто вы ничего никакого продукта в рот не положили то есть у вас идет слюна чисто своя без всяких примесей и она для вас самая полезная это когда сушит очень очень сушит рот когда сушняк прям такой начинается когда запускается чистка вашего организма только как вот в этот момент пуговка это ваше спасение то есть сушняк это когда когда сухо во рту пуговку кладете и все у вас пошла слюна у вас уже нет этого сушняка у вас уже не идет в мозг вот эта вот информация что ну давай хотя бы попьем есть то мы не хотим ну хотя бы глоточек хотя бы рот прополоскать хотя бы это хотя бы то уже эти мысли отступают и вам будет проще на сухих днях идти дальше тем более я как-то стараюсь все равно рассказывать пошагово что у вас будет плюс-минус один день плюс-минус два дня это уже когда более длительный и когда вы знаете что с вами будет происходить примерно на какой день вам все равно легче проходить эти кризисы так а есть еще вопросы поняла спасибо все здорово ребята если есть вопросы еще задавайте вопросы а тут приходят сообщения чтобы я подсоединила в эфир ребят в эфире подснять не буду я пока буду рассказывать только свою информацию которую я знаю я буду делиться своим опытом если вы хотите поделиться своим опытом то тогда подключайтесь закрытый клуб а если кому-то интересно я расскажу что и как он стоит всего 500 рублей вход то есть ежемесячно я думаю что это посильная сумма вообще для каждого и для любого и там мы проводим практически каждый день эфиры ну то есть сегодня вот нет эфира потому что сегодня здесь и там можно будет присоединиться к эфиру и поболтать то есть там такая болталка у кого есть какие вопросы по психосоматике по женской линии по детям по по тем же изменам по питанию по сыроедению по сухим дням по жизни без сна так а растут ли зубы а что становится с волосами то есть любые-любые вопросы мы там все обсуждаем все запросы которые есть то есть почему что такое обиды что такое как мне быть с ребенком в переходном возрасте что делать если изменил муж жена пожалуйста вот там у нас такая вот болталка и мы там собираемся практически каждый день а если кто-то не успел на прямой эфир то они все сохранены их можно посмотреть то есть если кто-то присоединился там через месяц открытия клуба там через два месяца то все что было до того как он присоединился он может посмотреть в любое удобное время там кому-то интересно вот послушать когда он там занимается спортом когда бегает когда еще что когда моет посуду когда прибирается пожалуйста включайте наушники включайте какой-нибудь из эфиров и прослушивать эту информацию если с чем-то не согласны либо если что-то хотите дополнить то пишите под эфиром либо пишите вопросы и мы их потом разбираем на следующий день либо где-то бывает можно будет и два коротеньких эфира там кто-то свои рецепты если захочет выставить какие-нибудь какие-нибудь сыроедные потому что некоторые вообще еще веганы и в этом ничего такого нет мы все через это проходили и пожалуйста и веганские рецепты и вегетарианские рецепты и сыроедческие и что как лучше на сухих днях что проходит во второй день что в четвертый день что в шестой что в пятый что в двадцатый вот это можно все там рассказать поэтому если у кого-то есть желание присоединиться еще помимо то что мы здесь с вами раз в неделю общаемся то что я сейчас сделала на своем основном аккаунте тоже вот прямые эфиры раз в неделю а то что на автополстар прямая трансляция идет раз в неделю то там у нас чисто болталка там мы говорим о тех вещах которые у нас не идут в эфир которые у нас не идут в марафонах потому что марафоны это уже глубокая проработка уже нацеленная на что-то то есть либо проработка про еду прорабатываем мы голову что такое автономия либо проработка депривация сна что такое жизнь без сна для чего она нужна что происходит на днях без сна потому что если честно очень мало почему-то информации что с людьми происходит на депривации либо у меня уже складывается вопрос такой либо у вас действительно не было вот этой депривации сна либо вы минимальный сон называете депривацией сна либо вы почему-то жадничаете эту информацию потому что там такие чудеса происходят не знаю мне кажется это все равно нужно рассказывать возможно не на открытых эфирах потому что не каждый к этому готов если неподготовленный человек будет слушать эту информацию он наверное подумает что какая-то ненормальная девочка сидит там вечно лохматая вечно ненормальная поэтому эту информацию конечно я заю уже на марафонах но она очень клевая я с удовольствием ей делюсь я очень хочу чтобы нас было таких побольше а гвоздика какая которая приправа продается да она это палочки соцветия такие приправа да она продается в каждом магазине она стоит от 20 до 100 рублей пакетик максимум обычная пряность и там такие соцветия гвоздики вот под язычок и одно-два соцветия и в течение двух часов она полностью рассасывается чтобы ее не глотать чтобы она там не перемалывалась а именно чтобы полностью эфирные масла у вас впитались первоначально в ваши рецепторы так Светлана низкий вам поклон скажите целлюлит и ходит на сухих конечно ребят вы все там так кожа подтягивается так Олег хотел спросить все что ты достигла делаешь привело тебя к пониманию кто ты зачем ты и где ты вопрос с подводхом ребят мы все знаем кто мы просто готовы ли мы себе открыть эту информацию или нет у нас к сожалению так устроено почему мы там с подружками с друзьями какие-то вопросы обсуждаем там еще что то вся информация которую мы хотим получить она в нас уже есть но не всегда есть та информация которую мы хотели бы услышать и именно поэтому мы какие-то вопросы обсуждаем например с подружками потому что мы знаем что вот эта подруга она нам плохого не скажет и мы слышим ту информацию которая нам приемлема либо даже если подружка нам говорит не то что мы хотим мы четко понимаем что если мы этой подруге расскажем что она скажет примерно то 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 но сами мы знаем всю эту информацию но нам всегда нужно какое-то подтверждение и когда мы выходим на дни без еды и без воды то тогда с нас слетают маски маски слетают в первую очередь перед самим собой и это действительно такой для нас травмоопасный период когда мы начинаем познавать сами себя ведь мы очень многие не знаем кто мы есть мы очень многие настолько навешались ярлыками в которых нам комфортно навешались какими-то образами какими-то ролями завешались масками вот все что угодно только не я сам и когда вот это начинает потихонечку отпадать нам бывает очень сложно принять то кто я есть на самом деле но если мы уже пошли в эту практику как правило люди уже идут до конца и да это бывает достаточно больно увидеть кто ты есть но когда ты себя принимаешь когда ты себя уже познаешь то тогда конечно ты в принятии всего что есть вокруг тебя в тотальном принятии потому что вокруг тебя не может быть ничего плохого оно настолько не может быть насколько ты это осознаешь потому как я уже в том эфире говорила и не все меня поняли но это их сознание как бы не это не хорошо неплохо это просто их уровень и каждый из нас находится на каком-то уровне естественно я иду к следующему уровню потому что есть люди на котором мой уровень не уровень да и я как раз и говорила что он на самом деле вот этот пробуждение и просветление можно его хоть как назвать но я себе сразу же ребят скажу вот эти вот ярлыки пробужденное просветленное автоном еще кто то я не готова их на себя вешать то есть я не могу сказать что я просветленное я не могу сказать что я пробужденное потому что я не знаю этих критерий и я абсолютно четко я не автоном потому что человек который живет без еды и без воды наверное он должен прожить как хотя бы года два без этого всего чтобы уже сказать что да я автономен от еды и от воды но не от всего остального то есть автономность подразумевает когда ты автономен полностью от всего но мы не можем быть автономны от всего тогда зачем мы мы тогда абсолютно обнуляемся и ну это то же самое что воздушный шарик отпустить да и вот он сам по себе и что и кому от этого хорошо даже самому воздушному шарику уже настолько все фиолетово что как бы зачем мы социальны мы здесь живем мы либо проходим этот путь с благостью либо либо наверно куда-то идем в другое место вот я не знаю олег ответила на ваш вопрос или нет но начала кстати отвечать про то что я как раз в том эфире сказала что человек который видит везде смерть он абсолютно это он тотально счастливый и мне тогда сказали о я тогда не хочу вот в этом негативе жить это не негатив это абсолютно наоборот то есть когда вы понимаете когда вы все в цветочках в бубенках и в розовых очках в первых в перьях и в цветах то тогда вы не цените эту жизнь вы не цените все что вокруг вас но когда вы видите смерть в каждом моменте вы настолько тотально в принятии этого счастья что это у вас все есть и это наоборот это то от чего вы каждую секунду каждое мгновение пытаетесь находиться в здесь и сейчас не ковыряться в прошлом не бежать вперед а наслаждаться этим моментом который у вас есть сейчас вот это вот и есть видеть везде смерть это это не про не про слезы не про печаль не про депрессию ни в коем случае это именно про здесь и сейчас в моменте потому что мы очень многие не может начинаем ценить что-то когда мы это теряем и вот чтобы ценить это что-то когда мы это еще не потеряли вот это и есть быть в моменте и видеть в каждом кусочек смерти не про депрессию еще раз говорю олег я надеюсь ответила на ваш вопрос так лакшми скажите а чудеса просто на сухих начинаются разве не так депривация это ведь уже космос депривация ребят это уже космос да чудеса начинается на сухих но сначала вам нужно сначала не будет никаких чудес сначала вас вы будете открываться перед самим собой и это будет тяжело вы будете познавать себя но когда вы себя узнаете насколько вы сотворец вы уже только тогда это примете только тогда вам будет вообще по кайфу все по кайфу а пока вы будете в практике практиковать то есть сначала вам нужно принять себя сначала вам нужно тотально сбросить все маски с вас самого себя тотально убрать все роли которые вы играете и тотально быть в принятии самого себя и когда вы сами себя принимаете вы принимаете все окружающее и вам настолько вот он если раньше там не так заварил чай вот принес не ту оценку я его уже полчаса жду и начинает вот раздражать каждый момент то когда вы начинаете вот эти вот все маски сбрасывать не ту оценку принес классно теперь будем знать где у нас есть пробел что нам нужно подтянуть то есть вы в любую ситуацию она у вас будет тринц и клево или там полчаса жду у меня есть полчаса так я могу что-то поделать свое полчаса пока он там ковыряется или она там ковыряется чаще всего это бывает одел носки разные носки одел ну класс что разные носки теперь буду знать что как вот он такой то есть в каждом моменте начинается вот какое-то вот такое искать а то что депривация это космос это да но я надеюсь у меня потом ребята у нас сейчас идет марафон по депривации сна и у нас сегодня будут они у меня уже вторые сутки вне сна и сегодня у нас после этого эфира с ними будет коротенький эфир по ощущениям и в 4 часа мы выходим на практику на практику чувствования плотности все что нас окружает я немножечко хочу показать чтобы они увидели это моими глазами как бы их заманить как там все классно чтобы они понимали что такое депривация потому что когда я начинала депривацию я не понимала что это такое я как бы думаю ну не спать чтобы не спать и что я люблю спать мне снятся красивые сны я люблю красивое постельное белье я люблю после душа завалиться в постель и там кайф думаю зачем депривировать сон я вообще не понимала и нигде не могла найти эту информацию будут чудеса а что за чудеса никто не рассказывал и когда мне пришлось уже продепривируется сначала так получилось что я почему и зацепилась потому что сначала так получилось что у меня он случился вне зависимости от того хотела я или нет у меня жизненные обстоятельства меня так заставили что мне пришлось продепривировать и тогда я словила первый эффект и когда я словила первый эффект когда я увидела что я могу видеть не видят то, что происходит там, но я это чётко могу видеть как-то, каким-то образом. Для меня это было чудеса. И меня это заинтересовало, я начала дальше депривировать. И когда я сложила все пазлы, это настолько просто. Вот я вот вчера рассказывала ребятам, вот это вроде чудеса, по этим чудесам фильмы у нас снимают. Но эти чудеса все в нас, не потому что я такая классная, а потому что мы все такие, это наши базовые настройки. И когда я ребятам рассказала, они говорят, вообще всё просто. Стоит сейчас только вот это вот начать делать, чтобы к этому прийти. Вообще всё просто по полочкам. И это действительно так. Про воду там спросила, посмотрите мой вопрос, пожалуйста, выше. Так, кузненька. Слушайте, я не могу найти про воду. Напишите ещё, пожалуйста, про воду. Если какой-то вопрос, если я не ответила. Губы трескаются сильно, как бы, чем мазать. Ребят, у меня какой-то период, не в том, что губы трескались, я просто вот так вот пластами снимала. У меня вся кожа, как у рептилии, сходила. Она у меня либо пластами снималась, либо бывает вот так что-нибудь почешу, и у меня просто вот как перхоть с меня сыпалась. И это действительно было. Как быть? Я мазала просто кокосовым маслом. Можете облегчать либо кокосовым маслом, либо в аптеках продаются такие дешёвые бутылёчки витамин А и витамин Е. Я их смешивала и им ещё мазала. Но я прям не мазала, прям вбивала. Но не сказать, что прям надолго помогала, либо там сильно помогала. Какой-то был временный эффект, но он быстро проходит. То есть, если вы начинаете, вот если пошло вот это вот, сильно губы сохнут, то нужно где-то перетерпеть в течение дней трёх-четырёх максимум. Потом всё восстанавливается, потом губы классные становятся. Ну, маска вам в помощь. У нас просто для нас, для автономов сделать. Гвоздику надкусывать. Ну, ребята, смотрите по настроению. То есть, я её просто под язык кладу. Ну, сейчас уже давно не кладу, но тем не менее. Под язычок кладёте и просто её сосёте. Если кому-то, кто-то не может так, ну, вот ходите, вот надгрызайте её потихонечку. Главное, чтобы вот эти вот кусочки не глотать, а не растворяться полностью в вашей слюне. Попробуйте вот так вот поделать. Так, третий день на сухих появилась боль в пояснице. Это почки или что? Ребят, почки у нас не болят. Они не имеют свойства вообще болеть. Когда поясница начинает болеть, что происходит? Наша, у нас же выходит вся жидкость, в том числе и из мышечных, из мышц. И у нас начинает болеть гладкая мускулатура, которая держит каркасом эти почки, наши почки. И чтобы их облегчить немножечко вот эту вот боль, притупить, да, вот эта наша тянучая такая, неприятная. И нам всё кажется, ой, надо-надо, скорее попить воды, всё, у нас сейчас почки отвалятся. Это каркас. И я уже показывала... Тиша, дай мне ролик, пожалуйста, бегом. Подойди сюда. Вон тот. Есть вот такие вот ролики. Они абсолютно разные. Насколько я знаю, что в Магните они сейчас по 125 рублей со скидкой. Там только одно колёсико, но это не принципиально. Там обычные ручки, здесь вот прорезиненные, то есть какой хотите. То есть они от 125 рублей стоят и выше, в зависимости от того, сколько наворотов на них надето. И вот этим вот роликом вы можете прямо в интернете посмотреть, как он работает, как делать правильно. И когда вот... Я очень рекомендую ребятам вот этот ролик на сухих днях. Буквально два-три катка, не больше. И в течение дня раза три. С непривычки можно два раза в течение дня. Два, два каточка и три раза в день. То есть утром, днём и вечером. Что это делает? Это естественным путём нас массажируют наши мышцы. То есть у нас получается, что у нас вся наша гладкая мускулатура начинает сжиматься и разжиматься естественным путём. И очень хорошо для нашей печени, когда начинает вот этот вот желчный отток, когда он начинает застаиваться на сухих днях, потому что у нас вот по каким стеночкам желчь идёт, оно немножечко вот так вот ссыхаться начинает и бывает вплоть до того, что человека начинает рвать желчью. Вот. И очень многие начинают проминать печень на сухих днях. Ребят, я не рекомендую проминать печень, потому что на сухих днях, если кто не знает анатомию хорошо, то органы очень хорошо смещаются на сухих днях. Это нам не нужно. Поэтому вот этим роликом два-три раза, чтобы не переусердствовать, мы не заниматься, мы не качать мускулатуру начинаем. Мы именно делаем естественный массаж для наших мышц самими мышцами. И точно так же идёт вот здесь вот сжатие, разжатие, сжатие, разжатие. Точно так же печень начинает у нас, мышца, печень начинает прорабатывать, чтобы желчь отходила естественным путём. Вот. Поэтому лучше вот так вот делать, но опять же чувствуйте свой организм самостоятельно. Это я вам даю просто рекомендации, но принимайте решение всё равно вы. Так, Олег. Есть что рассказать, что по факту мир не то, что нам кажется. Я не знаю, что вам кажется. Я могу вам сказать, что когда вы убираете сон, когда вы убираете еду, когда вы убираете воду, то вы начинаете слышать этот мир не через уши. То есть мы же все прекрасно понимаем, что каждый звук – это вибрация. Именно поэтому, когда люди глухие, им одевают вот этот вот аппарат, который волновой эффект дают, и они слышат через вибрацию, понимают, какой звук идёт. Когда мы на еде, когда мы на воде, когда мы во сне, то мы слышим звуки вот такой вот минимальной вибрации через уши, через барабанную перепонку. Это как монозвук, моновзгляд. Когда мы убираем еду, воду, сон, то тогда мы можем эти информационные волны, эту энергию принимать телом своим. И когда мы принимаем эти волны телом, то мы тогда начинаем мир слышать и видеть по-другому, стерео, если в двух словах. То есть мы уже начинаем не через вот эти вот маленькие, а полностью вся волна нас прошибает. Полностью абсолютно другой эффект от того, что мы слышим и от того, что мы видим. Словами, вот теми, которые мы с вами знаем, это не описать, потому что я же это воспринимаю по одному, а мне нужно вам показать, я же не знаю, какое у вас восприятие. И мне нужно изгалиться, рассказать вам так, насколько вы можете в меру своей уникальности это прочувствовать, что я вам говорю. Но у вас может быть другой эффект. Пробуйте, ребят. Это замечательно. Это иные, это другие чувства, это другие эмоции. Мир раскрывается по-другому. То есть вы слышите те звуки, вы ощущаете те звуки, которых вы никогда не могли слышать. Вы ощущаете те краски, которых вы глазами никогда не могли увидеть. Вы улавливаете те нотки, которые носом никогда не можете прочувствовать. Как и рассказать по-другому, как бы я не могу и как бы я не вижу смысла. Ведь для вас он раскроется по-другому, по-иному. Вы же по-иному начнете это все воспринимать. Начинайте, практикуйте и потом нам расскажете. Котики прикольные. Привычка пить воду полтора-два литра. Будет ли стресс для организма, если перестать пить? Ребят, все постепенно. Я не рекомендую никогда вот вымот с головой. Зачем? Зачем устраивать стресс для организма? Мы должны быть союзниками с нашим телом до того момента, пока мы не поймем, что я не тело. А пока нужно все постепенно. Мы с ним союзники. Это великолепно, что у нас есть тело. Мы через него можем познавать этот материальный мир. Этот информационный мир. И это классно. Поэтому не надо, не грузите его тем, чтобы в вашу голову что-то пришло. Вы услышали там, что я говорю, либо еще кто-то говорит. И начинаете там гнаться за кем-то. У вас свой путь. У вас свой ритм. И это великолепно, что он у вас такой. Потом будете делиться своим ритмом. Потому что мы все разные. Кому-то я резонирую, кому-то другой резонирует. Поэтому каждому свое. У меня на долгих сухих днях запах изо рта. Это нормально. Запах изо рта, видимо, не такой длительный у вас. Сухие. Потому что обычно идет еще запах от всего тела. И такой ацетоновый прям бодрит. Поэтому ничего страшного. Это идет очистка. Но как бы это нужно перетерпеть. Что делать? В смысле, что делать? А, запах изо рта, что делать? Это нужно перетерпеть. Чем чаще вы будете выходить на сухие дни, тем меньше и меньше будет вот эта вот чистка так проявляться. Поэтому тут как бы, ну, такое есть. Но у всех это неизбежно. Здравствуйте. Что делать с тошнотой может больше всего? А, мешает больше всего. Заранее благодарю за ответ. Ребят, еще что делать с тошнотой? Про ролик я сказала. Он как раз вот эта вот... Тошнота – это желчь. Не отходит желчь. Я как раз рассказала про этот ролик. Так, вот, еще. У нас уже 49 минут. Постараемся побыстрее. У нас есть уникальный инструмент у каждого человека. Ну, практически у каждого. Это наши кнопочки, наши пяточки. Они сформированы у каждого индивидуально. С вашими индивидуальными запросами, с вашей индивидуальной походкой, с вашим индивидуальным весом. Вот они только у вас. И в день нужно себе выделять хотя бы 5 минут, хотя бы понемножку. То есть минутка, потом минутка, потом еще минутка. Хотя бы 5 минут начинать ходить на пяточках. Что делается, когда мы ходим на пяточках? Во-первых, когда мы ходим на пяточках, наше тело все собирается, чтобы не упасть. Потому что на пяточках не так просто ходить. Это первый момент. Второй момент, когда мы идем на пяточках, у нас идет естественная вибрация по всему телу. И когда у нас идет естественная вибрация по всему телу, наши органы встают на место. Потому что с возрастом бывает такое, что наши органы немножечко опускаются, немножечко смещаются. И когда мы ходим на пяточках, наши органы встают на место. Наша кровь немножечко разжижается. Гипертоникам становится легче. У кого варикозное расширение вен, они тоже чувствуют через какое-то время легкость в ногах. Ну, как правило, варикозы же на ногах у нас есть. Вот. И это очень помогает. Пробуйте, потом скажете. Светлана Шведова. Светлана, мне советую для выведения камня с желчного пузыря только голодание с травяными чаями по огням. Что на сухих якобы камни только больше станут. Ваше мнение? Так, введение. Мне советую для выведения камня с желчного пузыря только голодание с травяными чаями по огням. Ну, травяные чаи по огонян, как бы, наверное, они хороши, но мне не понравилось Там очень много трав, я не вижу смысла, там около 20 или 25 разных трав Если вы начнёте разбираться в травах, вы увидите, что одна трава нейтрализует другую траву Я не понимаю, для чего столько трав, потому что они процентов 30 становятся бесполезными Это первый момент, второй момент, это то, что там очень много мёда, то есть достаточно сладко получается И этот мёд, он у нас влияет на поджелудочную железу Поджелудочная железа – это наши гормоны, сплеск гормонов – это бывают стрессовые ситуации для нас и для нашей семьи Что не очень приятно Поэтому, наверное, я не могу вам сказать, что конкретно у вас Нужно смотреть, что за камни, это первый момент И второй момент, наверное, что-то будет индивидуальное Потому что, если камушки пойдут, травяные чаи камни не разбивают у вас внутри Они их выгоняют, если камни достаточно большие, либо достаточно острые То это будет очень проблематично и, возможно, даже дойдёт до операбельного метода Поэтому здесь очень индивидуальная ситуация, нужно смотреть, что за камни Потому что у вас в любом случае, когда ставили диагноз, у вас есть описание Вот, поэтому я вот так просто вам не отвечу Так, 50 минут, да, сейчас уже заканчиваем Сергей Скалый, Га, Светочка Что говорят подружки о раковых клетках? Есть у кого опыт, на каких днях они гибнут? Спасибо Раковые клетки Давайте попробую быстренько сейчас ответить на последний вопрос Раковые клетки У нас все наши клетки начинают, здоровая клеточка начинает как бы поедать Но не это образным путём, да Больную клеточку после 48 часов сухих дней Но это ещё не всё Когда вы, после того, как вы были на сухих какой-то промежуток времени И если вы начинаете пить воду То вот эта вот клеточка, которая, она же у нас никуда не делась От больной клеточки, вот этот вот чехольчик, так скажем, да Он остался в нашем организме И когда мы начинаем пить воду, соки, какие-нибудь травы, там, не знаю какие То вот эта больная клетка, она опять напитывается И она здоровой-то не становится Она в 30% случаев, она становится опять жизнеспособной Та же самая раковая клетка И чтобы её убрать, я именно рекомендую Что как раз, когда вот здоровая клеточка, когда ей нужно питаться А питания нет после 48 часов, она питается именно вот, который вокруг неё больными клеточками То есть здорово поедает больной Это, это как бы естественный процесс Это, мы все об этом знаем И чтобы вот этот чехольчик у нас не возродился Я рекомендую на, после сухих дней, обязательно пить полынь 0,5 чайной ложечки полыни на пол-литра горячей воды Что происходит на полыне? То есть мне начинают писать, что полынь, она для улучшения аппетита Для улучшения аппетита это для тех людей, которые кушат Когда у нас рецепторы забиты И горечь, она раздражает эти рецепторы И мы хотим снова кушать Когда мы после сухих дней, у нас эти рецепторы очищаются И получается, что эфирные масла эти рецепторы забивают горечью Нам кушать не хочется А вот эта вот жидкость, которая проходит в нас Она получается нас омывает Вот эти вот чехольчики она смывает И клетка вот этой жидкости с эфирными маслами и с горечью Она в себя не впитывает и не идёт отёк на клеточном уровне Именно поэтому я рекомендую выходить на полыне сухих дней То есть заход на сухие дни и выход сухих дней Должен быть очень тактичным для нашего организма Чтобы в следующий раз мы захотели опять заходить на сухие дни Ребята, вопросы ещё есть, но я уже не успеваю Давайте их оставим тогда на вторник Приходите тогда на мой аккаунт Также будет в 7 часов И там ещё поболтаем А сейчас я буду отключаться, чтобы сохранить прямой эфир Я вас всех благодарю, что вы были со мной Я вас благодарю за эти интереснейшие вопросы И с вами очень здорово Приходите на мои эфиры Я буду прям с удовольствием с вами делиться тем, что я знаю Всё, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok